Я готов в онлайне провести семинар любого порядка со школьными психологами, с работниками центра, если нужно, потому что все это время, ну, минимум 18 часов в сутки я занят тем, что я анализирую. Вот я переехал на крышу, я так называю свою библиотеку, и сейчас веду с вами разговор отсюда. Я за это время, мне удалось сделать самое главное. Я очень благодарен Сереже, он мне посылает книги очень вовремя, я могу сделать. Вот создать какую-то теорию и создать какой-то текст, это всегда длительный процесс выкладывания пазлов, всегда чего-то не хватает. И вот я могу вам похвастаться, вот сегодня 10 мая 2020 года, запомните его этот день, может быть, когда-то кто-то напишет. Именно в этот день я могу сказать, что вся социально-психологическая виктимология, она, так сказать, уложилась, все пазлы, все дырки, так сказать, уложились. Вот какие-то надо расширить, какие-то надо укрупнить, но, по крайней мере, все понятия там, так сказать, сделали. Я очень благодарен Сергею и дорогому Олегу Олеговичу, что в самый последний момент они помогли мне найти самый трудный термин, который буквально на русском языке означает страдание жертвы. Потому что вот клиническая виктимология, которую сейчас, специалистов в области которой я сейчас готовлю в своей магистратуре, и если все будет нормально, наберу еще одну магистратуру в этом году, то есть еще одну группу и так далее. Мы этот термин, так сказать, выложили. С другой стороны, Сергей сам такого не заметил, прислал мне одну книгу, а в этой книге тоже пишется о виктимности, но не впрямую. И там был немецкий термин, который позволяет отделить два состояния патологической личности – это боль жертвы и страдание жертвы. Это разные, хотя вы в русских словарях, когда будете смотреть, страдание – это переживание глубокой боли. Но я подчеркиваю, страдание – это процесс, процесс переживания. Я потом вам скажу, у нас несколько процессов, которые входят в тот более крупный, укропненный процесс, или, как мы говорим, системно интегрированный процесс под названием интерактивный виктимогенез личности. Практически он продолжается всю жизнь. Если человек получил онтогенетическую виктимизацию, и вовремя не появились психологи, то интерактивный виктимогенез будет идти до самого конца жизни, до клинического его варианта, когда он войдет в состояние страдания жертвы. Так вот, английское звучание, если я сделаю неправильно, вы не стесняйтесь, не Олег, не Сережа, меня поправят, для меня это очень важно. Виктима соферинг. Виктима соферинг – это страдание жертвы. Мы с вами работаем с людьми, когда они входят в фазу вот именно виктима соферинга, то есть страдания жертвы. Но я сразу хочу оговориться, что вот это страдание, оно может по-разному идти. Но человек, когда одевает маску и на втором экзистенциональном уровне, доклиническом уровне, это уровень экзистенциональной виктимизации, когда человек играет различные игры в зависимости от того, какую он маску оденет. Вот там виктима мерц, шмерц, прошу прощения, боль жертвы, там боль есть, она накапливается, потом эту боль, боль – это состояние. Вот если виктима соферинг – это процесс, процесс непрерывного, и вот этот процесс должен обязательно трансформироваться во что-то, так вот страдание у одних идет через рессентимент, у других идет через какие-то агрессивные формы, которые мы будем с вами об этом говорить. Сегодня наша задача в связи с тем, что социальная психологическая виктимология, если ее рассматривать как своего рода вот такой психологический пазл, уже сложилась, и уже сегодня можно говорить, что являясь теоретическим фундаментом клинической социатрии, это терапия межличностных человеческих отношений и так далее, она, так сказать, сложилась, и вот сегодня уже мы можем переходить на конкретные формы, и то есть дальше двигаться в своем развитии, то для чего я начинал всю эту работу, чтобы сформировать вот практическую область работы. Эта практическая область называется клиническая социатрия. Клиническая социатрия ведущей формой является драма. И вот чаще всего я специально выкладываю какие-то там листовки в Facebook, кто-то пишет, кто-то возмущается, кто-то иронизирует, но основная масса, особенно моих друзей по старой моей профессии, они звонят. Они звонят, они задают вопрос. Вот наиболее сложным для понимания драмотерапии, которую предвигаю я вам, заключается в том, что, во-первых, существуют две европейские модели понимания драмотерапии. Это английская модель, которая довольно распространенная, она связана с поиском путей устранения межличностных каких-то, но не конфликтов, а каких-то недопониманий, неконтактов, которые так или иначе могут быть. И чешская, или как ее называют еще восточноевропейская, потому что там кроме чехов работали и поляки, и словаки, и венгры даже в этом есть. Где драмотерапия понимается как класс методик, которые используют законы театра. Но самое интересное, и мало кто из вас об этом знает, что у нас в психиатрии тоже развивается драмотерапия. И в Алтайском крае несколько лет назад была защищена в Медицинском университете диссертация, которая так и называется. Терапия основана на театральных системах, на театральных системах. Там берутся три основные театральные системы и так далее. Так вот я вам говорю, да, и самое главное, что вот есть вот таких три подхода к определению драмотерапии. А с другой стороны, все, когда я говорю о драмотерапии, все сразу начинают с того, что мне называют. А знаете ли вы психодраму Джекоба Морена и так далее? Я говорю, ну я знаю не только психодраму, я знаю символодраму, социодраму. Я знаю, так сказать, экзистенциональную драму, ну и кучу других, так сказать, направлений, которые сегодня существуют. Вы понимаете, психодраме и все направления, которые базируются на идеях психодраме, чаще всего объектом терапии становятся внутренние психические конфликты. Внутренние психические конфликты. Там просто человек не рассказывает, а проигрывает все, что у него накапливается в душе, все то, что у него, как говорится, мешает полноценно жить. Он накапливает это и вольно, и невольно, вот все это делает объектом анализа. Поэтому в классической психодраме, вот если взять ее, такую модель, там три компонента всегда существуют. Первое – это разогрев. Всегда надо публику, то есть участников психодраматической сессии, а она называется сессия словом «шеринг», надо разогреть для того, чтобы они вошли и начали говорить. Потом, разыгрывая не каких-то судеб, всегда выбирается протагонист, главный герой, который играет, инсценирует свою судьбу. И там используется прием, который называется инсценизация. Вот если у вас рядом с собой бумага есть, вы можете так себе пометить психодрама, поставить, так сказать, стрелочку и написать «инсценизация». Вот самое главное – это перевести внутреннее переживание на язык сцены. А язык сцены – это действия. Какие-то действия надо перевести на язык действия. Там может быть монолог, там может быть диалог, там может быть полилог, там могут быть разные формы. И вот когда много лет тому назад… Да, и еще особо, я все время это подчеркиваю, вы должны понять, что существует целое мировое направление, очень интенсивно поддерживаемое ЮНЕСКО – это направление терапевтический театр, особенно для детей. Это несколько другое. Это когда используются профессиональные театральные трупы или драматические коллективы профессиональные используются, в которых за счет участия в постановке драматического произведения и за счет его просмотра – это специально подобранные, чаще всего специально, так сказать, выверенные драматические действия, которые призваны вызывать катарсическое состояние как очищение от внутреннего конфликта, как очищение от внутреннего невроза. И вот я это вам все говорю для того, чтобы вы поняли, что вот к тому пониманию драматерапии, которую я вам сегодня впервые озвучу, вы будете первыми, кто в нашем мире познает мою концепцию, я буду, естественно, ее уточнять, развивать, подготовлю, так сказать, соответствующие тексты и все прочее. Это совершенно другое. Мы говорим с вами, что у нас не просто драматерапия, в названии нашего с вами практического действия заложено слово «вективность». И я думаю, что это как раз дает вам возможность понять о том, что вективность – это уязвимость человека, которая может позволить ему жить, ну, вопрос «как жить?». И вективность, она является объектом исследования социально-психологической вективологии. Вективология изучала феноменологию вективности, динамику вективности, как она зарождается, как она укрепляется, как она проявляется. Но дело в том, что вективность так или иначе приводит человека к социальной или культурной патологии. Вот здесь тоже для себя пометьте. Вот мы работаем с вами с двумя видами патологии. Если социальная патология – это патология человеческих отношений. Если культурная патология – это неспособность осуществлять субъектную саморегуляцию, утрата овладения собственной психикой, если говорить языком Льва Семеновича Выгоцкого. То есть культурная патология связана с психическими проблемами человека, и она формирует психологические проблемы человека. А вот социальная патология – это социальная. Так как социальная психология, мы расчленяем, мы говорим, социально-культурная патология человека. Это патология человека, которая достигает уровня вексим-шмерц и переходит в состояние вексим. Я буду еще пока это читать для того, чтобы термин, как говорится, отскакивал как от зубов, и чтобы не допустить ошибку в произношении – вексим-софейринг. Мы говорим сначала, на втором этапе у него появляется вот это состояние вексим-шмерцинг, как состояние боли, вызванное осознанием собственной неполноценности. Здесь вам труды Адлера помогут, психология индивидуальности, помогут понять, что такое чувство неполноценности. Когда смыслом жизни человека становятся какие-то фиктивные цели, он тоже об этом пишет и так далее. Но мы с вами берем человека на драмотерапию, который находится уже в состоянии вексима-софейринга. Он страдает. Он страдает. Он не только переживает боль, он все время пытается от этой боли уйти. Он делает ошибки, он рвет отношения, он выстраивает свою жизнь. И вот здесь будьте внимательны. Он выстраивает свою жизнь как драму. Мы говорим, что есть такой стиль жизни. Он называется драматизм. Вот я вам говорил о том, что вексимность появляется тогда, когда родители и учителя, те, кто занимается культурным социогенезом подрастающего поколения, входят в так называемый вексимизм. Когда производить вокруг себя жертвы становится стилем жизни, и этому будет посвящена моя книга, которую я все переписываю и переписываю, посвященная вексимайзеру. Но вот эта жертва, человек, который стал жертвой собственной вексимности, вот эта жертва, она, проходя всю жизнь, доходит до состояния, когда стиль ее жизни становится драматизм. Вот мое понимание драматерапии основывается на понимании феномена драматизма как стиля жизни. Поэтому, когда я говорю о том, что в чем смысл, в чем терапевтическое и функциональное назначение драматерапии вексимности, это избавить человека от драматизма как стиля жизни. Человек должен перейти в нормальную человеческую жизнь, а нормальная человеческая жизнь, она направлена не только на страдания от того, что у тебя есть какие-то проблемы, у тебя есть какие-то неразрешенные задачи, но самое главное – перейти на другой уровень жизни, который называется состраданием. Я прошу это не только записать, а подчеркнуть – мы не избавляем человека, потому что жизнь человека, она всегда наполнена глубокими, драматическими, а иногда трагическими переживаниями, и не все люди могут с этими переживаниями справиться, потому что не всегда хватает компетентности. Но высший уровень, социально-психологический уровень жизни человека я называю состраданием. Это способность не просто жить, а способность разделить боль с другим человеком. Мы нужны людям, мы оказываемся рядом, когда они нуждаются в том, чтобы разделить боль. Сосрадание – это способность, это более высокий уровень развития человека, человек, который способен выйти за пределами своих узкопсихологических, узкозамкнутых человеческих состраданий, вынести боль другому, взять его боль и разделить. Сосрадание для меня в социально-психологическом плане означает совместная жизнь. Совместная жизнь, основанная на понимании другого, на принятии его, на разделении с ним того, что для вас кажется ценно, заражение его своими ценностями, заражение самого себя ценностями другого человека. Мы называем это интерактивное существование в жизни. Вот интерактивное существование – это цель драматерапии. Это цель драматерапии. И вот эта цель реализуется через то, что мы восстанавливаем заново, мы восстанавливаем заново механизм культурного социогенеза. Дело в том, что человек становится виктимностью только тогда, когда у него разрушается механизм культурного социогенеза. Вот если разрушается этот механизм, что бы мы ни делали, пока мы с вами не восстановим вот этот механизм, он не способен жить среди людей. Жить полноценно, быть нормативной личностью – это постоянно находиться в состоянии сострадания с другим человеком. Мне кажется, вот это самое главное. Вот это самое важное. И вот мы говорим, что человек становится объектом интереса клинической виктимологии, тогда, когда его жизнь и проходит по силе драматизации. Драма, вот драматизация, драма понимается, это постоянное разрешение конфликта через борьбу, в которой есть два вектора развития. Вот человек живет и полноценно себя чувствует, если он постоянно находится в борьбе. И мы почему говорим, вернее, точнее, это и Шекспир первый сказал, весь мир – театр, и люди в нем – актеры. И каждый в нем играет там свою роль, свои уходы и приходы. Все есть, это все у Шекспира. Вы понимаете, дело в том, что драматический стиль жизни или драматизм жизни каждого человека – это конфликтная борьба. Или борьба по разрешению конфликтов. Я потом скажу, как эти конфликты организовываются. Но два вектора. Самый опасный вектор, к которому чаще всего все прибегают, это борьба за оправдание своего деструктивного поведения. Мы ссоря с другими, служа для них конфликтогенными, потому что человек, который живет в силе драматизма, этот человек является конфликтогентом. Что такое слово «конфликтогент»? Человек, побуждающий конфликты. Действиями, фразами, какой-то, я бы сказал, отдельной позицией, взглядами. Он всегда является источником конфликта. И мы говорим, драматизм рождает человека конфликтогена. Я введу потом этот термин, который будет называться «виктима конфликтогена мэнт». Человек, рождающий конфликты. Вот эта характеристика человека наступает тогда, когда со своими переживаниями, со своими страданиями он не может справиться. Он начинает вокруг себя организовывать полосу конфликтов. И вот эта полоса конфликтов направлена на то, что он все время оправдывает свое поведение. Я вам потом скажу, существует в драматерапии монодрама. Это когда человек один. Но надо драматерапию социальную вводить в разрешение семейных конфликтов. Потому что чаще всего семейные конфликты уходят вглубь. А конфликтоген, допустим, женщина. Бывают и мужчины конфликтогены. А бывают два конфликтогена, когда вся семья просто пылает в каких-то конфликтах. И никуда трудно вообще уйти от всего этого дела и так далее. Так вот, я хочу сказать, что вот один вектор развития драматизма – это постоянное оправдание себя и обвинение своего партнера. В драматерапии ведущим инструментом является диалог. Поэтому объектом анализа для нормальной диагностики, мы тоже к этому вернемся с вами. Я думаю, может быть, лето даже посвятим вот этому. Является диагностика диалогов. Как проходит диалог. Потому что человек, страдающий драматизмом и живущий в условиях драматизма, он может проявиться только в диалоге. Нет диалога, этот человек никак не проявится. Никак он не будет виден. И вот здесь трудно вообще, так сказать, понять, есть у него драматизм или нет. Если человек страдает вексимизмом, он постоянно уходит в себя. Он где-то становится жалким, он где-то боится проявить свою неполноценность. И мы таких людей называем дефинзивные. Это люди, которые постоянно обороняются, постоянно защищаются. Драматизм предполагает, что человек постоянно агрессивен. Он постоянно доказывает состоятельность своего деструктивного поведения. Но есть другой вектор. Другой вектор преодоления драматизма – это вектор борьбы за утверждение какой-то идеи, за утверждение себя. Я вам говорю откровенно, что я в свое время всегда выстраивал с теми детьми и подростками, с которыми я работал в мысках Кемеровской области. Я устраивал с ними, переводил их драматизм жизни. Вот с 13-14 лет они были людьми с глубоко драматической судьбой. Может быть, не настолько она проявлялась в поведении, как сегодня это видно. Я говорю всегда, борьба за – это за преодоление. За преодоление своей ограниченности. Вот самое сложное и самое трудное – это борьба за преодоление своей ограниченности. Но эта борьба всегда связана с тем, что мы должны с кем-то объединиться. Или борьба за утверждение новых отношений в семье. Мягко, спокойно и тоже через действия. У нас инструментами с вами является не простое действие, а диалогическое. Драма – это действие построено по принципу системы диалогов, через которых человек разрешает межличностные конфликты, внутриличностные конфликты, используя технику борьбы за что-то. Вот поэтому в драмотерапию виктимности надо понимать, как социатрическая методология, которая позволяет путем организации специального драматического действия, то есть действия построены по специально придуманному или заимствованному где-то конфликту, мы говорим конструктивному конфликту. И вот здесь мы учимся преодолевать конфликтные ситуации, а это критическая ситуация, если вы вспомните антогенетическую виктимологию, мы учимся преодолевать критические жизненные ситуации, и самое главное – мы запускаем механизм культурно-генетической интеракции. Вот тот механизм, который постепенно заменился на доминирующую или доминантную коммуникацию. Ведь понимаете, то, что мы говорим, ребенка лишили возможность удовлетворить базовые, необходимые для его полноценной жизни, удовлетворить потребности психологические. Вот прежде всего это потребность признания себя. Мы ему стали говорить, каким он должен быть. Вы же всегда помните, интеракция – это взаимодействие, а коммуникация – это воздействие. В процессе коммуникации всегда целью является сформировать необходимый вам тип личности. В процессе интеракции побудить человека к саморазвитию, к борьбе с собственной ограниченностью. И вот здесь я вам очень рекомендую книгу, которая называется «Начало психической активности» или «Психология активности и личности». У него разные названия есть. Я имею в виду профессора Гаримака. Эта книга есть. Человек живет, существует и чувствует всю полноценность жизни, если он находится в психической активности, но конструктивной. Конфликт может разрушить жизнь человека. И вот когда я вам говорю о том, что мы переходим к клинической виктимологии тогда, когда у человека возникает межличностная патология судьбы, когда он попадает в непрерывную цепь конфликтов, когда конфликт на работе, конфликт дома, конфликт на улице, конфликт на даче, конфликт внутри себя и так далее, и так далее. И вот здесь очень важно обратиться к наследию Эрика Берна и всех, кто сегодня, так сказать, продолжает идею Эрика Берна. Я имею в виду транзактный анализ. Эрик Берн вообще помогает понять экзистенциональную психологию, потому что прием игры как маскировки, прием игры как проявление конформизма, как формирование созависимости. Ведь, понимаете, для того, чтобы вывести человека на уровень самодетерминированного существования, мы должны убрать его из зависимости и созависимости. Ведь даже после развода семейные пары находятся в психологической созависимости и продолжают отравлять не только себе жизнь, но продолжают калечить или, как мы говорим, виктимизировать своего собственного ребенка. И это, к сожалению, имеет место, это само по себе существует. Мы говорим, что мы переводим драматизм судьбы на драматизм театрального действия. Театрального действия. Но предметом разыгрывания, выстраивания диалога, а через них запуск механизма культурно-генетической интеракции, культурного социогенеза, мы запускаем весь механизм, человек начинает в этой игре конструировать самого себя. Он начинает в этой игре конструировать сценарии. Мы говорим с вами, что компетентность – это сценарий. Это сценарий, который человек сам для себя выстраивает. Самодетерминированное поведение строится на спокойном умении не только использовать построенные сценарии, но ими комбинировать. Брать фрагмент из одного сценария, другого, исходя из ситуации, проявлять свою спонтанную креативность. И об этом писал еще Джекоб Морено, он только говорил просто о спонтанности. Мы говорим, спонтанная креативность – это способность быстро перестроить. В итоге, и вот вчера кое-кто из вас могли посмотреть, у меня была полемика, люди еще не понимают, что виктимология нужна для того, чтобы обеспечить приемлемую жизнеспособность человека. Человек способный переживать, человек способный бороться в жизни, человек способный выстраивать активную жизненную позицию, это человек способный выжить в любой жизненной ситуации. В этот момент я всю неделю буду видеть, потому что 15-го будет оканчиваться учебный год, будет куча других вещей, там ломается целый уклад жизни и так далее, и так далее. А в сентябре, если сегодня различные психологические центры, различные организации очень глубоко и серьезно не задумаются, что лето надо посвятить подготовке учителей, родителей, детей к новому уровню необходимой жизнеспособности, значит, надо освоить новые компетентности. Это возможно только через драмотерапию. Драмотерапия, которой мы с вами занимаемся и будем заниматься дальше, эта драмотерапия построена на одной из самых современных социально-психологических теорий, которая называется теория конструкционизма. Вы знаете, что основы этой теории закладывал известный, если я не ошибаюсь, американский, но, может быть, его в некоторых книгах называют англо-американский психолог Келли, который придумал теорию личностных конструктов. Каждая компетентность – это сценарная конструкция драмы жизни, которую я сам конструирую у себя. И сконструировать ее самым простым путем и самым доступным можно через драмотерапию, через драмотерапию в активности. Если в активность – это определенное состояние нашей компетентности, которое не дает нам полноценно проявлять свою психическую активность, не дает полноценно осуществлять жизнеспособность, а значит адаптироваться, достигать в жизни каких-то результатов, преодолевать себя. Но здесь есть одно «но», о котором раньше мы с вами говорили. Мы говорим, что вся система воспитания, вся система отношения к сегодняшним подросткам была построена на депривации усилия. Драмотерапия полностью устраняет депривацию усилия. Потому что, если ты хочешь поменяться, ты должен выйти на сценическую площадку и сыграть. Сыграть какой-то фрагмент своей судьбы, придуманный, который ты хочешь. Фрагмент судьбы, который бы ты хотел увидеть, почему у тебя он не получился. Поэтому драмотерапия может носить характер проективного действия, когда проектируются новые. Ведь вы же знаете, что в том механизме, который я описал и назвал теорию культурного социогенеза компетентности, в ней существует два конструирования, два типа конструирования. Сначала идет социально-психологическое конструирование, где в диалоге мы конструируем поведение человека и говорим, вот как, в какой ситуации надо себя правильно повести. А потом идет действенная драмотерапия, она как бы вот этот механизм, в механизме культурного социогенеза есть две фазы. сначала межличностная фаза, когда агент культурогенеза, человек, который компетентен, знает, как делать, вот в данном случае роль этого агента играю я, я так сказать, знаю, я вам рассказываю, но в этот же момент вы в голове, а может кто-то и с бумажкой в руках, и с карандашом, вы конструируете, возможно. А потом уже, когда все, о чем мы с вами подговорили, вы по несколько раз просмотрите, по несколько раз отрефлексируете, проведете мысленную деконструкцию всего нашего диалога, вы как бы разорвали. Второй этап это ментальное конструирование. Это ментальное конструирование, которое требует, чтобы мы внутри себя провели вот такую, создали ментальную конструкцию под названием сценарная конструкция драмы жизни. Вот в основе любой компетентности должны лежать пять компонентов, вот я вам сейчас дам рабочие эти названия, пять компонентов, которые конструируются на уровне сознания, там тоже шесть процессов работы, но об этом чуть позже, конструируются вот в такой сценарии. Вот мы говорим, что там конструируются пять моделей. Первая модель интерактивная, это модель возможного вероятностного действия, которое было или которое будет, все зависит от того, если мы проектируем и идет проективная драмотерапия, значит, тогда это модель будущего. Если рефлексивная, то тогда это модель прошлого, мы пытаемся как-то понять, почему у нас не получились отношения, почему конфликт развился, мы вместе, так сказать, через действия, вместе с драмотерапевтом пытаемся это сделать. Или, наконец, реконструктивное, когда мы хотим поменять какую-то компетентность, по разу можно идти, но в любом случае, первым среди, первой из пяти моделей, которые конструируются в нашем сознании в процессе участия в драмотерапевтической сессии является интерактивная модель, модель взаимодействия. Дальше идет поведенческая модель. Мы продумываем, какие действия, как. Я вам даже дольше говорю, вот я смотрю на часы, сколько я говорю об этом, но в процессе драмотерапевтической сессии это идет гораздо быстрее, гораздо активнее. Я провел не одну сотню сценариев и так далее. Третий компонент или третья модель сценарной конструкции компетентности называется ролевая. Ролевая. Это я для себя вырабатываю систему внутренних и внешних действий. Действий, при помощи которых я буду в той или иной роли. Все зависит от того, в какой роли я в данной ситуации буду. и так далее. Ну, наконец, есть еще четвертое это ситуационное. Вот мы говорим, ну как, я роль уже выстроил, но на любое наше поведение очень серьезно и глубоко влияет роль. Ой, извините, ситуация. Ситуация вносит всегда коррективы. Она как бы производит своего рода уточнение. Вот здесь надо и так делать. Почему мы говорим психология развития имеет огромное значение восприятия, умение наблюдать. И я вам надоедаю, когда всегда говорю, давайте вспомним, что вы наблюдали. Вот те, кто со мной индивидуально занимается, я всегда говорю им, давайте попытаемся кинуть взором, что было за неделю. Ну и наконец последнее это мотивационная модель. Зачем я все это делаю? Какую потребность я хочу удовлетворить? Вот человек очень должен хорошо понимать, какая потребность. Я вам на прошлом тренинге говорил, а сейчас еще раз повторю, что когда мы говорим, что для нас хорошо бы помнить о двух базовых психологических потребностях. Это психологическая потребность, которая обеспечивает существование нашего эго, нашего сознания, нашего я и потребность, которая позволяет нам сосуществовать в качестве партнера. Поэтому мы говорим, есть потребности психологические базовые, есть потребности социальные психологические базовые, но есть потребности и социальные, потребность И самоутверждение, самоактуализация, самоактивация – это социальные потребности. Это потребности, которые позволяют нам предъявить кому-то свой социальный статус, заявить этот социальный статус, развить его, дать этому социальному статусу получить признание, а через него сформировать и свою идентичность и так далее, и так далее. Вот если очень глубоко сегодня задуматься, то драмотерапия – это системная социально-психологическая технология развития, реконструкции. Поэтому можно говорить, технология конструирования и реконструкции деформированных сценарных компетентностей человека, которая превращает его жизнь в драматизм, в борьбу. Когда конфликт приводит человека в состояние сначала фрустрации, потом в состояние диссонанса, мы не можем понять сами себя, потом приводит в состояние стресса, эмоциональное выгорание, хронической усталости и так далее. Конфликт всегда источник того, что человек или активен, если это конфликт за утверждение что-то, тогда я хочу сконструировать. Я провожу этот ментальный тренинг, размышляю вместе с вами и, по сути дела, осуществляю культурно-генетическую интеракцию, чтобы побудить у вас процесс конструирования собственных ментальных компетентностей, компетентностей профессионального действия, профессионального понимания, социогенез буквально мы с вами понимаем как конструирование ментальных сценариев компетентности, которые имеют вот пять моделей или интегрируют эти пять моделей и так далее. Вы должны всегда иметь в виду, что вот такой четко структурированной, жестко выстроенной компетентности никогда нет, она все время находится в состоянии коррекции ситуаций, отношений, роли, особенностями партнера, но вот это основа, которая позволяет мне чувствовать себя уверенным, понимать какая роль для меня в какой ситуации наиболее приемлемая. В драмотерапии, которой мы с вами будем заниматься, интенсивно используются идеи, наработки, вот допустим, я исхожу из идей, но не из технологии Эрика Берна, когда говорю о транзактном анализе, только мы будем его называть не транзактный анализ, а будем называть аналитичный или будем говорить экзостенциональный анализ, мы будем анализировать диалоги людей, но сама идея, чтобы понять человека, надо проанализировать очень много его диалогов, надо наблюдать за ним. И вот фильмы в этом отношении, которые я вам рекомендую для просмотра, это тренажеры. Надо попытаться понять диалоги, надо попытаться за этими диалогами увидеть человека. Человек сам по себе, это предмет интереса психологии личности. Нас, как социальных психологов, а мы с вами говорим, что базовой для нас теоретической платформой является социальная психология, и нас интересует человек взаимодействующий, находящийся непрерывно в диалоге, и наблюдать надо эти диалоги. Так вот, нас с вами будет интересовать еще в школе Эрика Берна так называемый драматический треугольник Карпмана. Один из его ближайших учеников, выдающийся специалист, психотерапевт и транзактный аналитик и так далее, Стивен Карпман, который разработал треугольник. Треугольник Карпмана – это определенный инструмент для анализа внутриличностных и межличностных конфликтов. Дело в том, что ролевой репертуар человека всегда стремится к трем кластерам. Вот ошибка, может быть, у многих авторов, которые переводят с английского языка работы Эрика Берна, «А я не пожалел денег, времени, силы, брал разные переводы и в этих нашел противоречия». Мы всегда говорим, что используется три кластера. Используется вексильный кластер. Мы говорим, человек чаще всего хочет быть жертвой. И вот драматизм как стиль жизни – это человек все время всем доказывает, что он жертва, а жертва обладает каким-то превосходством. И вы знаете, что на русском языке есть работа Одинцовой, которая посвящена ролевым поведениям человека, и там очень много описано моделей поведения именно жертвы. Но Одинцова не вышла за рамки, так сказать, треугольника Карпмана. Мы говорим, в то же время, я, будучи жертвой, я все время хочу преследователем. Потому что когда жертва начинает издеваться над своим партнером по жизни, она берет на себя роль преследователя. А роль жертвы, хочет он этого или не хочет, она навязывает ему. Вот в любовных отношениях, в отношениях, вот такой, я бы сказал, эмоциональной зависимости – это очень часто. И я три года имел возможность заниматься с одной семьей, где девушка просто довела своего парня до самоубийства, и мне стоило огромного труда, чтобы остановить его на этом пути. К сожалению, эти треугольники Карпмана разыгрываются не только в семейной, но и в профессиональной деятельности, и самое страшное в профессиональной деятельности учителей, социальных работников, психологов. А вот сейчас, когда врачи вольно или невольно поднимаются на пьедестал, на социальный пьедестал в силу каких-то и так далее порядочных, рано или поздно произойдет деформация, и они захотят то, что они жертвы, они вот сегодня на первых линиях, они погибают, они умирают, они ведут, они захотят через драматизм утвердить какие-то свои деструктивные модели поведения. И вот сейчас в интернете гуляет сериал «Ланцет». Я его пытаюсь посмотреть, там идет анализ именно вот треугольника Карпмана, не впрямую, об этом не говорят нигде, но идет анализ треугольника Карпмана во врачебной семье, где замешанные личные, там очень много, потому что в разных жизненных ситуациях, в разных отношениях я могу играть диаметрально противоположные роли. Только давайте мы с вами говорим, я по старой привычке, но мне это простительно, я все-таки 33 года на сцене отстоял, и мне это простительно, я говорю, играть надо все-таки говорить в драматерапии, выполнять роли. Выполнять роли. В жизни роли не играются, мы их выполняем как модели поведения, мы их все-таки правильно говорить, говорить эту суть лучше подчеркивать и так далее. И поэтому чаще всего жертва плавненько переходит на роль преследователя, и, соответственно, в системе ее отношений кто-то становится жертвой. Но когда она видит, когда одного она сделала жертвой, другого она сделала преследователь, допустим, мама делает мужа жертвой, а сына преследователем. И вот в этом фильме «Лансет» мы такое наблюдаем, то бывшая жертва начинает играть роль, я бы сказал, спасителя. Поэтому вы все время разделяйте. Есть игровые психологические роли, и есть социально-конвенциональные роли. Вот, допустим, моя роль профессора – это конвенция роль, это договоренность, что когда человек защищает докторскую диссертацию, получает докторскую степень, ведет научно-педагогическую деятельность, он получает роль профессора. А раз он получает роль профессора, у него получаются ученики. И вот я вам говорю, вы можете спокойно везде говорить, вы меня не понимаете, потому что я принадлежу к социально-психологической школе клинической вексимологии личности профессора Руденского. Это другой язык, другое понимание, и там я играю другую роль. Мы говорим, мы объединились с вами в лабораторию для того, чтобы доносить людям методологию, образ мышления. Образ мышления в оценке сегодняшнего ситуации клинический. Потому что есть болезни, которые неименуемо наступят, есть законы психологии. И вот я, когда говорю вам о компетентности, вы всегда должны знать, что если вексимологии три части, первая часть онтогенетическая вексимология и так далее, там формируется дефицит компетентности. Потом с этим дефицитом компетентности ребенок вырастает, выходит в жизнь, он попадает в критически трудные ситуации, дефицит компетентности переходит в дефект. То есть уровень той конструкции, которая управляет его поведением под названием, так сказать, компетентность, он дефектный, он не соответствует тем ситуациям, в котором он живет. Поэтому я думаю, что вы понимаете, почему я вам говорю о том, что проблема новой жизнеспособности, она неизбежно возникает, она у меня возникает, она возникает у вас и так далее. Надо понять, что у нас возникают новые требования, нужны новые компетентности по-новому. Многие вещи, которые помогали нам до 28 марта, они уже сегодня служат оковыми. Поэтому многие из нас находятся в том экзостанциональном моменте, экзостанциональная вексимология личности занимается, когда маски, которые мы привыкли одевать, роли, которые мы привыкли в этих масках выполнять, они сегодня приводят к тому, что мы больше и больше понимаем, что у нас дефектная компетентность. И, наконец, эта дефектная компетентность под тяжестью жизни, под тяжестью тех обстоятельств, в которые мы попадаем, она деформируется, и у нас возникает деформированная компетентность. Вот человек, страдая, так сказать, драматизмом, этот человек имеет деформированную компетентность. Он вроде бы правильные слова говорит, но он по-другому их интерпретирует. Он не перестроился еще. Некоторые говорят, я это не делаю для того, чтобы не попадать в состояние конформизма. Вот это оправдание самого себя, это борьба против, против позиции другого, против того, что тебе надо перестроить свою компетентность. А я все время говорю, это борьба против, наконец, своего окружения, это борьба, которая направлена на то, чтобы конфликт всегда был, как жизнь, как источник. Ну, конфликт такой уничтожает человека. Нам нужен конфликт, который служит источником энергии и за. Вот если мы сегодня объединяемся для того, чтобы помочь людям осознать их вективность и на этой почве побудить их к специальным социально-психологическим практикам. И вот одной из такой социально-психологической практики является тренинг, в котором мы сейчас с вами проводим, ментальный тренинг методологического мышления. Такой же практикой является и драматерапия. Только здесь, в этом ментальном тренинге, мы с вами ограничиваем наше действие и мое влияние, так сказать, на развитие вашей компетентности только фазой интеракции, культурно-генетической интеракции. Я как человек, который носит культуру драматизма, методологию драматургическую, методологию интеракционистского драматизма и так далее. Жизнь всегда драма. Я пытаюсь вам показать, как можно конструктивно это анализировать, как деструктивно. И вот на этом первая часть механизма развития вашей компетентности с моим участием уходит. Дальше вы погружаетесь вглубь себя. Почему я не против, чтобы вы записывали все мои тренинги, семинары? Потому что надо возвращаться, надо смотреть. И мы всегда будем благодарны. Сережа сам не понимает. Он помогает таким образом видеть и выкладывает в Фейсбук. Очень многие мои друзья, профессионально действующие актеры, режиссеры, театральные педагоги, они же многие наши с вами записи, многие наши с вами разговоры берут для творческой деятельности. Они драматерапию сегодня тоже хотят освоить как метод подготовки человека к исполнению роли. Мы готовим к выполнению жизненных ролей. Жизнеспособность буквально означает способность играть как можно большую палитру жизненных ролей. Это в театре у каждого свое амплуа. В жизни ролей много. Роль – это модель поведения, которая требует та или иная жизненная ситуация. Но сегодня жизненная ситуация изменится. Сегодня я наблюдаю все больше и больше коммуникативную усталость и фрустрационный невроз. Вот это тоже элементы драматизма. Сегодня человек, обладающий фрустрационным неврозом, и я очень благодарен Олегу, он мне прислал вообще потрясающий сам по себе электронный учебник, где описана не только маленькая глава, она очень простенькая. И Олег, ты прав, была она достаточно примитивная, но я прочитал там систематику всех состояний. Вот сегодня, если взять всю нашу страну и сделать такое социально-психологическое кортирование, то на первом месте стоят не фрустрирующие, а диссонирующие люди. И я вот благодаря тому, что ты дал мне теоретический материал, я осмыслил сегодняшнее состояние и вижу о том, что надо думать сейчас об экзостанциональной драме. Я очень надеюсь, что Сережа после нашего тренинга посмотрит, и вот эта французская книга «Экзостанциональный театр», у меня ее просто нет с собой. Я всегда прошу вас какую-то найти работу по одной простой причине, что они находятся в городе, а я за городом не имею возможности. Нам нужно сегодня думать об экзостанциональном театре и говорим об экзостанциональной драмотерапии. Как жить тогда, когда маска больше не держится на твоей голове? Когда маска, как определенная форма, я бы сказал, психологической и социальной защиты, она уходит, она спадает. Ты не можешь эту маску уже держать в руках, она тебе становится барьером, и надо преодолеть ее, выйти на другой уровень. Маска может быть инструментом психологической защиты, но она не должна срастаться с мыслями, не срастаться с человеческой идентичностью. Тогда это не идентичность человека, а идентичность маски. Но согласитесь, у нас многие конфликты сегодня, драматизм нашей жизни заключается в том, что мы относимся не к человеку и выстраиваем конфликтные отношения не с каким-то конкретным человеком, а с маской, потому что не все выходят до уровня вексима соферинга. Вот что-то неправильно, наверное, произнес, сейчас еще раз проверю. Да, соферинг, уже начинаю адаптироваться к этому термину. Вот. Мы не все до этого доходим, мы сильно маскируем, мы сильно маскируем вексима шмерц, вот эту боль, которая у нас возникает. Вот как раз в состоянии вексима шмерц мы еще прибегаем к маске. А маска, так сказать, приводит к тому, что мы строим какую-то ложную роль, и эта роль, мы ее каждый день играем, эта роль еще больше нас разрушает. Вот вексимизация ролью – это самое страшное. Вывести человека из роли – это невероятно трудно. И разговором здесь не помогает. Человеку надо много раз продействовать, надо провести действенный анализ, так сказать, его моделей поведения. Почему я люблю, когда мне приводят записи, показывают какие-то фрагменты из собственной драмы жизни и так далее, и так далее. Я вообще прочитал, сегодня американцы часто используют вот такое понимание, как драма судьбы и режиссура жизни. В какой-то мере вексимология, так сказать, драматерапии выходит на режиссуру жизни, а сама драматерапия становится репетиционным, подготовительным к выполнению жизненных ролей таким процессом. Поэтому мы можем придумывать, мы можем конструировать в нашей первой части драматерапевтической сессии, мы можем придумывать какие-то сюжеты, придумывать какие-то роли, конструировать их, и тем самым учиться социальному существованию, социальной экзистенции. Не жить в страхе, умрем ли мы или не умрем. Ведь мало кто из вас задумывается, что эти семь недель, которые мы провели с вами в самоизоляции, это семь недель экзистенционального травматизма. Семь недель люди убегали от смерти. Вдумайтесь на секунду, когда мне говорят, вы пожилой человек, мы вас спасаем от смерти. И я должен все эти семь дней следить за тем, чтобы никто не мог ту полученную индульгенцию на право выжать, никто не мог нарушить. Я для этого одеваю перчатки, я ни с кем не говорю, не выхожу. Но в процессе выполнения роли охранника собственной жизни я деформируюсь. Я выхожу на уровень клинической виктимологии. Из экзистенциальной выхожу на уровень клинической. Почему? Я начинаю драматизировать, я говорю, я старый, я больной, я уязвимый, отойдите, дайте мне что-то. И мы создаем отряды волонтеров, которые говорят, да, ты больной, да, неподходимо тебе все повесим. Мы вводим все время, и вы, может быть, даже не задумывались над этим, что драматизм жизни в самоизоляции, я беру в кавычках это слово самоизоляции, я в письменном виде везде говорю, вынужденный самоизоляции, мы приводим к тому, что мы выжигаем у человека смыслом жизни, становится бессмыслица. Ведь каждый человек должен осознавать, что смерть неизбежна. Весь вопрос, когда она наступит, как мы ее примем, и насколько мы спокойно можем уйти из этой жизни, понимая, что мы не уйдем в туман, что хоть какая-то память о нас останется. Поэтому вы отлично понимаете, что вот на фоне того, когда вся Европа пытается стереть память о Второй мировой войне, мы вольно или невольно, фокусировку сознания, мы вводим сознание в такое суженное, выжить любой ценой. Мне говорят, вы не представляете, как это страшно, представляю. Я рефлексирую, я все понимаю. Поэтому мы говорим, борьба в драмотерапии не устраняется. Заменяется техника борьбы за самооправдание собственной деструкции, спасение себя путем перегрузки других. Вот это я борюсь за. Но есть люди, которые борются. Не подходите, отойдите. Мы говорим с вами, что вот на сегодняшний день, на сегодняшний день идет интенсивная деформация, интенсивная деформация компетентности. И вот если вы проанализируете даже общение с самим собой, общение с другими, деформация начинается тогда, когда мы привычные слова, привычные понятия вкладываем в другой смысл в них. Смысл, который опять же направлен на самооправдание. Вот когда мы постоянно не живем, а оправдываем себя и требуем признания нашего права на самооправдание и признание наших самооправдания, вот это и является момент, когда мы внутренний треугольник Карпмана перенесли во внешний. Мы начали бегать по этим трем ролям, но не как белка в колесе, а как загнанная в угол крыса. Потому что она понимает, что она рано или поздно погибнет, но она начинает бросаться на других. Она начинает отравлять им жизнь. И вот этот треугольник Карпмана, он поможет нам, поможет нам понять жизненные сценарии других. Ведь совокупность компетентности формирует линию жизни другого. Судьба человека во многом предопределена его жизненными сценариями. И вот если я правильно фамилию произнесу, моя, к сожалению, плохая восприимчивость к новым фамилиям, мне нужно долго запоминать их и так далее. По-моему, Штайер, книга называется «Сценарии жизни людей». Я думаю, что Сережа ее легко найдет в интернете, выложит и так далее. Ведь понимаете, что такое формирование человека? Это выдача ему сценария. Вот самодетерминация – это как раз свободное использование собственных компетентностей по тем сценариям, которые вы сами для себя сконструировали. Но для этого надо все время помнить, что человек может реализовать себя только тогда, когда у него хорошо развиты психологические функции. И вот мы все время забываем, что личностная компетентность – это компетентность, которая позволяет знать, какие функции как у тебя сконструированы, как у тебя развиты. И вот когда я сегодня кидаю клич родителям и говорю, давайте я буду заниматься функцией мышления ваших детей, к тому, что уже сегодня даже в Академии наук и в Министерстве образования начинают понимать, что онлайн обучение в школе привело к тому, что дети стали невротиками, но никакого взаимодействия там нет. Там идет выдача заданий, проверка выполнения и все. Но мы говорим, что именно во взаимодействии, в первой части драмотерапевтической деятельности, где мы проводим действенный анализ какого-то события, а потом конструируем желательное сценарие развития события, а потом думаем над этой конструкцией, а потом ее переносим в игровое действие, проигрываем ее, мы, по сути дела, конструируем новую компетентность, новый уровень. Драмотерапия в этом отношении является социальным тренажером. Человек постоянно понимает, что ему надо переходить не только на драмотерапевтические сессии, но и психотехнические. Надо развивать в себе что-то. И вот постоянная борьба с ограничением, когда я говорю о том, что я 4-6 часов в день посвящаю себе, некоторые говорят эгоизм, а некоторые говорят, зачем? Вам же уже 68 лет, Евгений Владимирович. Или, как мне сказала одна женщина, я бы на вашем месте плюнула все, смотрела в потолок, лежала и ждала. Вот я очень советую найти стихотворение Алексея Максимовича Горького, стихотворение в прозе, которое называется «Буревестник». Сереж, найди, выложи его даже в этом. Вот гимном драмотерапевтов является песня «Буревестники». И если на занавесе Московского художественного театра изображена чайка, как символ той театральной эстетики, то эстетика жизни, красота жизни человека, находящегося постоянно в борьбе, является «Буревестник». Помните эти слова? «Над следой равнины моря гордо реет «Буревестник», «Черная молния» и подобное. И там есть другие слова. «Им, гагарам». Гагары – это жертвы, так называемые, дефенсивные виктимы, которые все время ищут где бы. А если они становятся на путь драматизма, они все время обвиняют других за свои проблемы. Мы это часто наблюдаем у инвалидов. У инвалидов – это не те, кто имеет физические недостатки. Это те, которые имеют неполноценное смышление, кто находится в интеллектуальном инсульте, или, как мы говорим, в когнитивном инфаркте, в чем угодно. Они все время оправдывают себя. Они берут роль преследователя. Но только эта роль модифицируется из роли преследователя в обвинителя. Ты мне не создал условия жизни. Никто никому ничего не должен создавать. Каждый и так далее. Так вот, если глубоко задуматься, драматерапия в моем признании – это система социально-психологических технологий, социально-психологических методов, которые через действия, реализованные в диалоге, позволяют человеку запустить механизм культурного социогенеза. Самое страшное – человек, который попадает в отношения с фиксимайзером, у него или не сформировывается механизм культурного социогенеза, а компетентности необходимо регулярно реконструировать, регулярно поправлять. Почему я говорю? Культивирование – это длительный процесс. В культивировании самое страшное – это прерывность. Уровень компетентности уже разный, уровень понимания, уровень мышления разный, и отношения к словам совершенно разные. И хотите вы этого, не хотите, у вас и конфликты возможны, потому что кто-то остался на уровне драматизма, который реализуется через конфликтогены, через фразы «вызываю конфликты, провоцирую конфликты», а кто-то не провоцирует конфликты, а ищет компетентность, чтобы адаптироваться к конфликтной ситуации. Вот не надо путать конформизм с адаптацией. Адаптация – это всегда изменение самого себя, осознанное. Изменение, которое писал Дмитрий Николаевич Узнац, знаменитый грузинский и советский психолог, интрогенное. Наслаждение от самого процесса изменения. А конфликты – это вынужденное приспособление. Вот не надо путать. Мы всегда, когда произносим тот или иной термин, мы входим в такое состояние агрессивного драматизма. Я знаю, что это такое. Вспомните комментарии, которые написали мне на портале НГС, 187 человек, в которые все говорят, что раз он так видит мир, он сам больной. Почему? Они больше всего боятся психически пострадать от всего этой ситуации. Но уже в этом комментарии, вот в этом мысленном, анонимном диалоге, который они ведут со мной, я анализирую этот диалог и вижу их проблемы, и тем самым понимаю, с какой симптоматикой, как я столкнусь в ближайшее время своей работы. Так вот, в драматерапии есть монология, а есть удивительная вещь, которую я хочу попробовать, это диалог с самим собой. Вот у Гримака, я очень люблю его работы, для меня это один из самых уважаемых советских психологов, у него есть такая книжка, которая называется «Общение с самим собой». Это удивительные совершенно техники развития воли. Вот самое сложное – это воль. Воль, она разрушается, когда идет виктимификация, когда человек начинает отождествлять свою идентичность, кто я. Он говорит, я жертва. И у него возникает две разрушительных эмоции – стыд и вина. Вина, стыдно за свою беспомощность, вина, что ты не соответствуешь ожиданиям. И так книга называется, Сережа ее, по-моему, тоже выложил, называется «Стыд, вина и алкоголизм». Но там можно поставить наркомания, там можно поставить проституция, там можно поставить все формы девиантного поведения. И вот Миша уже может, он же у нас одновременно девиантологию изучает, он уже может написать, что вот именно вексимологическая концепция дает возможность понять девиантологию как науку об убежищах. Каждая форма девиантного поведения – это психологическая норка, в которую убегает, действенная только норка, в которую он убегает. Он начинает себя так вести. И поэтому мы говорим, сегодня есть девиантология служебной деятельности, есть девиантология семьи. Ведь самое страшное, если муж с женой все время выстраивают девиантные формы поведения. Он одну, она другую. А ребенок берет на себя роль девиантолога, он анализирует родителей, в итоге инфицируется сам девиантностью и начинается. Вы же знаете, что эмоции обладают большим уровнем токсичности. Вот в том понимании, которое я вам сегодня дал, понимание драмотерапии, мы ее рассматриваем как социально-психологическую практику, которая позволяет преодолеть деструксивный драматизм. Деструксивный драматизм судьбы. Деструксивный драматизм судьбы это обвинение всех и оправдание своих поступков. Это когда любое твое действие становится конфликтогеном, и ты живешь в непрерывном поле конфликта. Причем чаще всего он наступает, мы говорим о деструксивный драматизм, как стиль жизни и как внешнее проявление вексивности, причем вексивности децидивной, вексивности в действии. Эвентуально это скрытая вексивность. Она может быть на первых двух этапах, на этапе онтогенеза и экзистенции человека. А вот когда человек переходит на децидивную, в действии вексивность, он использует технику драматизма. Он все время разыгрывает драму судьбы, произнося огромные драматические диалоги, монологи, прошу прощения, где обвиняет. Обвинение становится ведущим действием. И вот если вы внимательно смотрели этот фильм от звонка до звонка, «Ведь трагедия этого фильма заключается в том, что мальчик, который стал преступником для того, чтобы оказаться рядом с отцом, я так понял этот фильм, по сути дела, хотел по всю жизнь посвятить обвинению отца за не сложившуюся собственную судьбу. Это бессмысленное. Это бессмысленное разрушающее. В итоге, чем закончился фильм, я сегодня пересказывать не буду. Он загубил судьбу отца, загубил судьбу свою и так далее. Деструктивный драматизм – это путь некуда. Это путь к самоубийству. Почему? Потому что он всегда предусматривает экзостанциональный вакуум, хроническая усталость и дикая нетерпимость к инакомыслю, инакоповедению и так далее. К любой инаковости. Он не переносит. И постоянно весь смысл жизни становится, это утвердится за счет самооправдания. Вот если мы с вами будем очень глубоко понимать, что вот эта пандемия сформировала психологическую пандемию деструктивного драматизма и у детей, у взрослых, то вы поймете, в какой сложной ситуации сегодня живет страна. Драматерапия может быть еще инструментом социально-аналитического исследования, исследования страны, исследования биографии людей. Вы потом поймете, сегодня не буду вам говорить, буквально через несколько минут мы с вами закончим, вы поймете, что драматерапия может стать инструментом социальной диагностики общества. Когда мы будем использовать конструирование, что берет, какие конструкции предлагает, какие сюжеты, какие драмы жизни предлагает и так далее. В отличие от психодрамы, мы не берем внутренний конфликт. Мы показываем человеку, что внешние конфликты это продолжение внутренних, а иногда человек в диссонансе сам с собой и со своей судьбой. Когда внешний треугольник Карпмана не согласуется с внутренним треугольником. Человек как бы в двух треугольниках запутался, а углы, шесть острых углов, они очень сильные, его ломают. Вот это и называется деформационной личностью. Драматизм против должен быть заменен самостоятельно, самодетерминированно, драматизмом за. А для этого надо объединяться. Именно через состояние сострадания. Да, вам сейчас всем тяжело, у каждого есть свои проблемы. Но когда мы вместе, есть с кем-то поговорить, есть с кем-то разделить, есть с кем-то обрести смысл жизни. Вексимологи – это люди, которые через анализ вексимных факторов, вексимных явлений помогают человеку решить самую главную проблему – обрести жизнеспособность. Вексимология помогает человекам убрать уязвимость, а сформировать полноценную жизнеспособность. Все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!